Андрей Ермолович родился в 1971 году в Минске, окончил философско-экономический факультет Белорусского государственного университета, Академию управления при президенте Республики Беларусь. В послужном списке Национальная экономическая газета, контрольная палата Республики Беларусь, секретариат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. С 1998 по 2000 годы помощник председателя палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. В 2000 году главный советник управления внешней политики администрации президента Республики Беларусь. Далее в течение двух лет помощник премьер-министра Республики Беларусь. С 2002 по 2006 годы советник посольства Республики Беларусь в Республике Молдова. До 2007 работает начальником отдела Центральной Азии и Закавказья Управления двусторонних отношений со странами СНГ Министерства иностранных дел Республики Беларусь. С 2007 по 2009 заместитель начальника управления двусторонних отношений со странами СНГ Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Далее до 2013 года советник посольства Республики Беларусь в Турецкой Республике. С 2013 по 2014 начальник отдела Украины Молдовы и Цикавказья Управления двусторонних отношений со странами СНГ Министерства иностранных дел Республики Беларусь. С 30 июня 2014 года чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан. Владеет английским и французским языками, женат два сына. Андрей Григорьевич, дипломатические отношения Беларусь и Пакистан установили почти четверть века назад. Однако об интенсификации, реальной интенсификации, говорят в последнее время. В чем причина? Как это часто бывает в дипломатической практике, существует определенная временная дистанция между тем, как государство принимает решение об установлении дипломатических отношений и наступает время такой реальной интенсификации. С открытием посольства совпало наше осознание необходимости более активного сотрудничества с Пакистаном как важной региональной державой, которая представляет многомиллионный регион Южной Азии. Если смотреть глобально, что произошло с 2015 года, то это очень активная работа между лидерами наших государств, между главой белорусского государства и премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. Наметился обоюдный интерес прежде всего в установлении политического диалога. Отправной точкой можно считать первый в истории официальный визит президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в Пакистан, который состоялся 29 мая 2015 года. Как раз тогда был проведен первый бизнес-форум, который собрал на своей переговорной площадке впервые, я бы сказал, в истории двухсторонних отношений большое количество бизнесменов обеих стран. Было подписано контрактов на сумму более 50 миллионов евро. Тогда же было подписано, если говорить прежде всего о политическом сотрудничестве, историческая, я бы сказал, исламобадская декларация белорусско-пакистанского партнерства, которая артикулировала те основные намерения обеих сторон сотрудничать прежде всего в политической сфере и на международной арене. Далее беспрецедентным шагом в двусторонних отношениях, я бы сказал, стал первый в истории официальный визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, который состоялся уже практически через два месяца после визита нашего главы государства в Пакистан. И, наконец, в октябре 2016 года состоялся второй официальный визит президента Республики Лурус Пакистан, в ходе которого стороны подписали уже на высшем уровне, опять-таки, совместное заявление, в которое зафиксированы основные принципы нашего политического сотрудничества между странами и сотрудничества на международной арене. Другим аспектом политического сотрудничества стало взаимодействие между Министерствами иностранных дел двух стран. Я хочу сказать, что именно контакты между МИДами, они предшествовали той позитивной динамике, которая потом состоялась на высшем уровне. Третий аспект политического сотрудничества, который я хотел бы затронуть, Он, скажем так, вырастал не так быстро, как хотелось бы, но мы в этом году выходим на его конкретную реализацию. Это развитие межпарламентского измерения между Беларусью и Пакистаном. Мы подошли вплотную к тому, чтобы взаимодействия между законодательными и представительными органами двух стран выходили на тот высокий уровень политического сотрудничества, который задается главами государств. Что касается экономики, чем Беларусь и Пакистан интересны друг другу? Что предлагают сейчас, что может быть появилось инновационного? Формула экономического сотрудничества между Беларусью и Пакистаном характеризуется взаимной дополняемостью. Что я имею в виду? Прежде всего, Беларусь производит то, что очень интересно Пакистану, а Пакистан производит то, что в силу климатических условий не можем производить мы здесь. Мы закупаем в Пакистане рис в басмате, известный на нашем рынке, и достаточно высокого качества, и достаточно эксклюзивный продукт. Мы закупаем текстильную продукцию, продукцию кожевиного производства. Мы закупаем овощи и фрукты, орехи, известная манго. Я помню, когда был первый такой мини-фестиваль манго во время визита на Ваза Шарифа здесь в августе 2015 года. Пакистанская сторона организовала продажу этого продукта, и продукция разошлась буквально в считанные часы и даже минуты. Мы производим, как известно, очень большую гамму машиностроительной продукции в Республике Беларусь. Мы производим трактора, мы производим запчасти к тракторам, мы производим белазы, мазы. И вся эта продукция, в принципе, востребована на пакистанском рынке. Пакистан разрабатывает и пытается реализовать очень амбициозные инфраструктурные проекты. Прежде всего, я бы хотел сказать о таком проекте, как Пакистано-Китайский экономический коридор. Буквально пару лет назад пакистанская и китайская стороны подписали соглашение, по которому на протяжении нескольких лет в эти проекты на территории Пакистана будет инвестировано порядка 46 миллиардов долларов США. Китай получит возможность доставлять энергоносители, которые он берет сейчас на Ближнем Востоке, с использованием расстояния на 12 тысяч миль меньше, чем это делается сейчас. Вы можете себе представить, каковы практические итоги реализации этого проекта. И я думаю, что с учетом позитивной динамики двусторонних отношений на политическом уровне, прежде всего, есть хорошие предпосылки для того, чтобы белорусская техника претендовала на то, чтобы быть включенным в реализацию этих проектов. Кроме машиностроения, мы обладаем очень развитой нефтехимической промышленностью, и это отражается в структуре нашего экспорта в Пакистан. Мы на несколько миллионов долларов экспортируем продукцию белшина. Традиционно, ежегодно поставляем на нормальную сумму продукцию полоцкого нафтана. Речь идет о синтетических волокнах и так далее. С учетом того, что кроме Пакистана, китайского экономического коридора, на региональном уровне, на провинциальном уровне, реализуется много других инфраструктурных проектов, в частности, по разработке горных месторождений, то существуют серьезные перспективы вхождения продукции белаза на пакистанский рынок. Мы сейчас над этим очень плотно работаем. Товарооборот. О чем говорят часто много, вспоминая отношения Беларуси и Пакистана, это нынешние несколько десятков, и задача, которая поставлена, довести до миллиарда. За счет чего будет происходить вот это сближение экономик и, собственно, выход на поставленный уровень? Ну, первое, что лежит на поверхности, это активизация бизнес-сообществ двух стран. То есть мы, конечно, не отказываемся от чистой торговли. Торговлю нужно развивать и продолжать, тем более, учитывая, что Пакистан – это огромнейший рынок с 200-миллионным населением. И там есть, где приложиться нашим производственникам. Вторым резервом раскрытия потенциала двусторонних торгово-экономических отношений могло бы стать развитие кооперационного сотрудничества. Это не чистая продажа тех же тракторов, это попытка создания совместных сборочных производств, сотрудничества в области сельского хозяйства. Пакистан проявляет очень большой интерес к созданию совместных производств в области животноводства. Беларусь уже имеет с рядом мусульманских стран позитивный опыт производства халяльного мяса. В Пакистане есть очень большой интерес к белорусской молочке. Детское питание, произведенное в Беларуси, имеет ошеломляющий успех на пакистанском рынке. Мы это знаем, мы это изучали. Следующим направлением сотрудничества может стать текстиль. Не мне вам говорить, насколько Пакистан вписан в традиции текстильного производства. Значит, может быть, он не первое место занимает, но, скажем так, и не последнее. Следующим направлением увеличения товарооборота, безусловно, может стать, при соответствующей проработке, экспертной фармацевтической отрасли. Мы знаем, что в Беларуси эта отрасль достаточно развита, и мы, в принципе, удовлетворяем свои внутренние потребности в лекарствах. Но мы не должны игнорировать тот опыт исторический, который сложился в Пакистане по производству фармацевтической продукции. Еще отдельным аспектом хотел отметить тот резерв, который содержится в межрегиональном сотрудничестве. Так получилось, что стороны достигли договоренности в ноябре 2015 года во время визита премьер-министра Кобякова в Пакистан установить горизонтальные связи между четырьмя провинциями Пакистана и между нашими областями и городом Минском. Мы прошли такой экстенсивный этап роста, скажем так, подписания соглашений, меморандумов о сотрудничестве, где стороны определили общее направление. Когда говорим о гуманитарном, мы имеем в виду, прежде всего, конечно, плавно переходящее из экономического. Это научно-техническое сотрудничество, это сотрудничество в образовательной сфере и сотрудничество в культурной сфере. Мы делаем акцент прежде всего на развитие научно-технического сотрудничества в практических областях, прежде всего в сельском хозяйстве. Есть у Пакистана определенный устойчивый интерес к повышению урожайности. Здесь у нас есть неплохие наработки. Мы сейчас разрабатываем проекты в этой области. Есть ряд проектов в области медицины по раннему генетическому выявлению сахарного диабета. Вопрос очень актуальный как в Беларуси, так и в Пакистане. Что касается образовательного сотрудничества, мы за последние почти два года связали основные вузы Республики Беларусь и Пакистана. Проведена очень кропотливая работа в этой области. Связаны такие учреждения образования, как Белорусский государственный университет со своим аналогом в Пакистане, в Исламабаде. Подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусским государственным университетом, электроникой, информатикой и радиоэлектроникой с соответствующим университетом Пакистана. Вовлечен в процесс образовательного и научно-образовательного сотрудничества Белорусский национальный технический университет. Практически уже не осталось таких учреждений образования, которые бы не были вовлечены в орбиту белорусско-пакистанского образовательного сотрудничества. У пакистанских студентов есть интерес к тому, чтобы учиться в высших учебных заведениях нашей страны. Причем они учатся не только в городе Минске. Зная о нашем потенциале образовательном по всей территории страны, можно найти пакистанских студентов, обучающихся и в Витебске, и в Бристе, и в Могилеве, и в Гомеле и так далее. Пакистан туристический. Чего ему не хватает для того, чтобы заявить о себе? Может быть что-то делается, но надо подождать. Что есть и чего пока нет? В Пакистане есть необходимая инфраструктура для развития туризма. Она ничуть не хуже той, которая существует в Турции и в других странах. Единственным объективным препятствием для развития туризма в Пакистане является проявление терроризма, которое свойственно не только Пакистану, но и многим странам, но в том числе Пакистан тоже стал жертвой этого негативного явления. Но будучи там, в Пакистане, я вижу, как правительство этой страны стремится возродить былую славу Пакистана, славу туристическую Пакистана. Предпринимает усилия по обеспечению безопасности туристических инфраструктурных объектов. И, я думаю, такое желание пакистанской стороны улучшить имидж в плане безопасности в ближайшей перспективе все-таки позволит увеличить поток туристов в эту страну. Ну, может быть, даже с Беларусью в том числе. Пакистан может ли стать стартовой площадкой, трамплином для продвижения белорусских интересов в регионе? Пакистан не только может, он и должен стать, с учетом его геополитического веса и встроенности, я бы сказал, непростой, но такой достаточно органичной встроенности в экономическую систему региона Южной Азии. В данном случае я имею в виду, прежде всего, возможности Пакистана в продвижении продукции, машиностроительной продукции нашей на рынок Афганистана, поскольку в Пакистане проживает очень много людей и пуштунской национальности, которые имеют тесные связи традиционные, исторические с Афганистаном. И вот такой фактор было бы использовать во благо обеим сторонам, и Пакистану и Беларуси. Я думаю, что есть определенные перспективы продвижения продукции на рынок соседних стран, в том числе Бангладеш, может быть даже при некоторых обстоятельствах Индия. Если в Пакистане создавать точечное сборочное производство белорусской техники, они неизменно завоюют свой авторитет и в соседних с Пакистаном странах. Это очевидно. — Существует ли у вас лично понятие «сложный регион», «сложная страна» у дипломатов? Это принято так характеризовать? — Вы знаете, это на обывательском уровне достаточно понятно. Люди выбирают страны попроще, посложнее и так далее, или сложнее избегают и так далее. Применительно к Пакистану. Во-первых, я благодарен судьбе за то, что я работаю в этой стране и представляю интересы Республики Беларусь. Эта страна позволила мне многое понять, позволила меня реализовать как профессионала в своей сфере. Я бы так вот сместил акцент. Нет легких и тяжелых стран. Есть страны, которые мы еще не поняли до конца, и в перипетиях, хитросплетениях которых мы не разобрались. И это дает некоторым людям основания полагать, что страна тяжелая. На самом деле она тяжелая, она интересная. Я бы так ответил на ваш вопрос. Андрей Игоревич, спасибо вам большое за интервью. Спасибо большое за то, что ответили на наши вопросы. Спасибо вам.